Домовёнок Кузька Это 8 октября Не быстро складывалась работа над сказочной повестью. Татьяна Ивановна приобретала и перечитывала великое множество сборников сказок всех народов мира, изучала в исторической библиотеке речи древних русичей, отыскивала в книгах забытые пословицы и поговорки. Любовь к народному творчеству Татьяне Александровой пришла ещё в детстве с няней Матрёшенькой. Родители будущей писательницы были крайне занятыми людьми, поэтому за их дочерьми-двойняшками присматривала няня Матрёна Фёдоровна Царёва. Поволжская крестьянка всегда находила время побаловать своих подопечных сказками и быличками, где появлялись лешие, ведьмы, русалки, баба-яга и домовые. Первый отрывок этой сказки «Кузька в новой квартире» был напечатан в 1976 году в газете «Неделя», а ещё через год вышла первая книга о домовёнке Кузьке, который попадал в разные увлекательные истории. Предисловие к этой книге написал муж Александровой, поэт Валентин Берестов. Валентин Берестов. Валентин Берестов. Валентин Берестов. Валентин Берестов. Первые иллюстрации Кузьки художников Елены Чайко и Михаила Грана расстроили Татьяну Ивановну. Их домовёнок выглядел совсем не деревенским, а был похож на европейского Карлсона-разбойника. Больше с этими иллюстрациями сказка не переиздавалась. Первых домовых в деревенских избах Татьяна Ивановна изобразила ещё в студенческие годы. На одной картинке девочка в старинной одежде обнаруживает под веником седого курносого человечка в красном колпаке и лаптях. Именно так начнётся через много лет Кузька. На другой картине семья домовых ужинает, а рыженький домовёнок читает им книжку. К сожалению, Татьяна Александрова рано ушла из жизни, увидев только первую свою книгу о Кузьке. Муж писательницы, поэт Валентин Берестов поставил перед собой цель во что бы то ни стало добиться опубликования всех частей повести. В это же время ему поступил заказ от студии «Мульттелефильм» на создание сценария по мотивам уже вышедшей книги «Кузька в новой квартире». Валентин Дмитриевич принялся за работу. Премьера кукольной картины «Дом для Кузьки» состоялась в 1984 году. Забавные приключения домовёнка вызвали бурю восторгов у юных зрителей и их родителей. Кузьма превратился в народного героя. В 1985 году вышла вторая серия «Приключения домовёнка», сценарий для которой был написан по мотивам еще не опубликованных частей повести «Кузька в лесу» и «Кузька у бабы-яги». Затем вышли серии «Сказка для Наташи» и «Возвращение домовёнка». Благодаря настойчивости Валентина Берестова в 1986 году была напечатана первая полная версия сказки, состоящая из трех частей. Иллюстрация на обложке книги выполнена по эскизу Татьяны Александровой. Кузька полюбился читателям всех возрастов и с тех пор сказочная повесть много раз переиздавалась. Да и как не полюбить такого озорняка непоседу? Кузя совсем еще юный по меркам домовых, ему всего семь веков, а у домовых век считается за год. Но дело свое он знает. Татьяна Ивановна научила своего домовёнка говорить языком далее. Речь Кузьки пересыпана рифмованными строчками, пословицами, поговорками и прибаутками. Вот спасибо тому, кто хозяин в дому. Ах, беда, беда, огорчение, что не скажешь не по разуму, что не молвишь все попусту, что не спросишь все бестолку. Дом-то хорош, да хозяин не гожь. Разные художники изображали домовёнка, но всегда это был озорной взлохмаченный мальчишка в лаптях. Прочитав сказку домовёнок Кузька, вы познакомитесь и с другими замечательными героями. Афонькой, а донькой и вуколочкой, лешиком и дедом-диадохом, с бабой-ягой, у которой есть два дома, для хорошего и плохого настроения. А ещё у Кузьки есть волшебный сундучок. Волшебный он потому, что ежели положить в него рисунок, любую картинку, то сундучок сам сочинит и расскажет сказку про то, что на картинке нарисовано. Татьяна Ивановна Александрова написала сказку уютную, добрую, смешную и трогательную. Наделила Кузьку домовитостью, мудростью, фантастическим обаянием, а также колоритной речью, насыщенной старорусскими фразами и выражениями. Домовёнка хочется слушать и запоминать. А делает он всё по-доброму. Зря не обижается, да и других не обижает. Но сказочная история на этом не заканчивается. Продолжение приключений домовёнка Кузьки написала дочь Татьяны Александровой и Валентина Берестова Галина Александрова.